Утренние субботники, пришедшие со времен советской власти, укрепились в нашей стране. В прошедшие выходные школьники, обычные рязанцы, а также многие другие под классическую, военно-патриотическую и просто веселую музыку наводили порядок на территории разрушенного дома Хвощинских. Помимо того, что от здания в основном остались лишь сгоревшие бревна, с годами жители Рязани полностью завалили его мусором. Однако теперь неравнодушные активисты, получив поддержку власти региона, прикладывают все усилия, чтобы восстановить это здание. Здесь планируется организовать литературный центр, который в дальнейшем может стать одним из пунктов в образовательном туризме. Если к нам будут приезжать туристы, мы будем идти из музея Полонского, в музей ВДВ, в музей литературный Хвощинских, в краеведческий музей и наш Кремль. Готовая тропа. Фонд по спасению и сохранению объектов культурного наследия Рязанской области действует на протяжении года и был создан как раз на волне поддержки дома Хвощинских. За это время его организаторам удалось собрать необходимую сумму на составление проектной документации по восстановлению этого здания. Мы понимали сразу, когда только подходили к этому процессу народной реставрации, что это непросто. Конечно, у нас огромное количество проблем. И рассказать о доме Хвощинский, который многими был забыт, дом связан с удивительными, уникальными рязанцами 19 века. Это и Хвощинский, и Салтыков-Щедрин, и Кошелев. И этот список можно продолжать очень долго. Это и Штейн-Лехтнер, знаменитый рентгенолог, который обладал такой славой, что до сих пор эта слава до нас доходит. Потому что он помог не одному поколению рязанцев. Такой субботник – это возможность оказать посильную помощь этому дому. Одновременно с уборкой здесь проходила и просветительская работа. Собравшиеся узнавали историю этого дома и тех людей, которые с ним связаны. Информирование рязанцев – одна из главных задач проекта. Мы решили выяснить, как те, кто не попал на этот субботник, реагируют на это здание. Знают ли что-то горожане об этом доме? Это сестры известные, литературные вечера устраивали. Сейчас не припомню точно фамилию. Это наши литераторы русские. Ксишинские. Ой, пардон, Ксишинские. Сестры Хвачинские. Ну, созвучно. Стоит ли его восстанавливать? Есть ли в этом смысл? Я думаю, что нет. Ну, раньше надо было делать. Сейчас только деньги отмывать. Все, у меня свое мнение. Конечно, надо восстанавливать. Вверх, центр здесь. Самая красота. Я так ходила все время, с той стороны ходила. Когда же не начнут делать? Когда же не начнут делать? Ну, наконец-то. Берутся. Пускай делают. Я не очень уверена, что там есть что восстанавливать. В свою очередь, стоит сказать, что разбор завалов на этом месте продолжится. А организаторы надеются сохранить хотя бы некоторую часть старинного здания в ходе реставрации. Например, крупные бревна. И, вероятно, у них это получится. Поскольку большое количество рязанцев уже включилось в проблему. Конечно, хочется, чтобы с ним уже что-то сделали, наконец. И мы надеемся, что то, что мы сейчас делаем, положит начало более серьезным действиям. Также считает и преподаватель физической культуры школы номер 13. Учащиеся учреждения не только знакомы с историей Дома Хвощинских, но и тесно сотрудничают с Российским студенческим корпусом спасателей. Так что для них активная позиция скорее норма, чем исключение. Нам здесь сказали, что... Ну, у нас около 20 человек, да. И нам сказали, что даже много мы привели детей. Ну, мы считаем, что детей нужно привлекать к таким мероприятиям. Согласны? Нужно. Потому что если не дети, дети – наше будущее. А без прошлого не будет будущего. Итак, разговор о восстановлении здания, скорее всего, начнется через полгода. Приблизительно такие сроки ставят организаторы на составление проектной документации. После этого уже станет понятно, какие средства придется вложить для реконструкции Дома Хвощинских и создания на этом месте литературного центра.